Поздравляю вас всех! К счастью, он переполнен очень глубокими мыслями, и, к сожалению, очень тяжелый перевод сделан на циклонно-славянский язык. Итак, апостол Павел говорит, братья, освящающие и освящаемые все от единого, освящающий Христос и освящаемые мы, люди, мы все от единого Бога. Потому что Бог Отец, Он создал людей, и Он создал в утробе Матери человеческую плоть Христа. Поэтому Христос назывался сегодня в книге притча Соломона созданием Божиим, и одновременно несозданным. Потому что Христос создание как человек, и несозданный как Бог. Он и созданный, и несозданный. Он и вечный, и временный. Вот это удивительное соединение того и другого, оно, конечно же, приводит в соблазн еретиков и лозучителей, но это именно в этом наше спасение. Итак, и освящающий нас Христос, и освящаемый все от единого, потому что все от Бога Отца. И поэтому ради этой причины Он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Мое, братья Мои, посреди церкви воспою тебя. То есть Христос, Он не стесняется называть освящаемых, то есть нас с вами, которые получают освящение от Христа, своими братьями. Кстати, вы помните, как в Евангелии, когда это об этом говорит Господь? «Пойдите, скажите, братья Мои, восхожу к Отцу моему, Отцу вашему, моему Богу вашему». Итак, здесь же апостол Павел ссылается не на евангельские слова, а ссылается на древнее пророчество царя Давида, где говорит Мессия, тогда еще царя Давида, «Я возвещу твое имя, братья Моим, посреди церкви буду воспевать тебя». Что это означает? Это означает, что имя Бога будет открыто Иисусом Христом, своим братьям. Какое это имя? Это имя Отец. Мы не знали Бога как Отца, как Отца нашего, до тех пор, пока Бог не стал человеком, Бог Сын, и Он стал нашим братом. Ведь наш старший брат Христос, и Он первородный среди многих братьев. И благодаря Нему мы получили усыновление, и в Нем мы получили Бога как своего Отца. Поэтому и говорит Псалом, что Он не стыдится, что «Я возвещу имя Твое, братья Моим, возвещу имя Отца, Твоим, моим братьям, и посреди церкви буду воспевать тебя». То есть Христос, Он поет то, что поет среди нас. Он нашими устами поет славу Отцу. Вот сегодня очень нашпели? А кто возглавлял хор? Иисус Христос возглавлял хор. Понимаете? Именно Он, Сын Божий, возглавлял хор. Не Вася, Вася просто, он по его поручению регентовал хором, возглавлял хор к Богу Отцу, Иисус Христос. Он воспевает среди церкви имя своего Отца, Он прославляет своего Отца среди церкви. А когда мы поем славу Иисуса Христу, как вы думаете, кто поет вместе с нами? Отец. Отец славит своего Сына, понимаете? С нами, через нас, нашими устами Отец прославляет своего Сына. Видите, как удивительно получается? Мы в недрах Троицы. Мы воспеваем Бога Отца, потому что между нами невидимо стоит и в нас поет Сын. Мы воспеваем имя Сына, потому что в нас поет Отец. Мы воспеваем имя Духа, потому что в нас поет Отец и Сын. Вот, понимаете? Троичная слава, она открывается в нас, как и предсказывали пророки, благодаря тому, что Бог воплотился. До этого мы могли поклоняться, преподать ногам Божьим, но мы не могли его ни отцом назвать, не могли прикоснуться к этой тайне. Мы знали, что в Боге есть некая множественность. Когда Бог говорил, что сварим человека по образу нашему, подобию нашему, мы понимали, что Бог, видимо, не одно просто я, не одна личность. И когда Бог являлся к Аврааму, мы понимали, что Он Троица. Но мы внутри этой Божественной жизни не могли войти. А сейчас мы вошли в эту Божественную жизнь. Бог, Христос среди нас поет Своего Отца посреди церкви. И снова говорит пророк, я буду надеяться на Него. То есть Христос, Он говорит, что я буду надеяться на Отца Своего Небесного. Как надеяться, естественно, не как Бог, но как человек. И именно в надежде Христа, как человека на Своего Отца, коренится наша надежда. Поэтому и мы говорим, слава Тебе, Христе Божие, упование наше, то есть наша надежда, слава Тебе. Потому что Христос, как человек, надеялся на Отца Своего, и как Бог, Он является источником, гарантом нашей надежды. Понимаете, да? Вот тайна Боговоплощения, которое открывает нам Господь. И снова, как говорит пророк Исаия, вот я и дети, которые мне дал Бог. Вот Христос стоит перед Отцом Своим и говорит, вот я, а вот мои дети, христиане, да? Которых мне дал Бог, которых я Тебе привел. И таким образом Господь показывает Своё сродство с нами, да? То, что Он с нами одной природой, одной плоти, одной крови, да? И именно поэтому мы для Него Свои, они чужие. А поскольку дети, они имеют плоти и кровь, И Он самым подлинным образом приобщился того же. То есть мы с вами во плоти и в крови живем, да? В смертных плоти и крови. Наша душа связана с плоти и крови по замыслу Бога неразрывно. Также Христос воспринял плоти, кровь и душу нашу приискренне, то есть самым подлинным образом. Зачем? Чтобы смертью лишить дела, имущего власть смерти, то есть дьявола. Упразднить буквально, значит, оставить без работы, сделать праздным, да? До смерти упразднить, сделать безработным того, кто имеет державу смерти, то есть дьявола. То есть того, кто властвует при помощи смерти над людьми. Господь решил принять плоти и кровь именно для того, чтобы умереть. И вот мы с вами с каждым днем все ближе к какой неделе? К страстной, да? Мы все больше приближаемся к страстям Господним. Поэтому мы Акафис Кресту по воскресеньям поем, да? Поэтому и мы, крестопоклонная неделя прошлая у нас была, и мы все ближе и ближе к страданиям Господа. И вот, и Господь таким образом лишает смертью своей, лишает работы дьявола. Потому что дьявол не может уже людей защитить в ад при помощи греха. И избавит тех, которые через страх смерти, через всю жизнь были по вине рабства. То есть, Христос приходит, принимает тело, чтобы нас, которые всю жизнь были повинны рабству при помощи страха смерти, освободить. Каким образом мы работали на тело при помощи страха смерти? Очень просто. Не будешь есть, да? Помрешь. Поэтому отбери последний кусок у голодного, да? Но сожри, а то помрешь. Да? Вот. И так же иначе. Сейчас живем один раз, да? Надо удовольствие все получать. А то помрем же все. Это логика того, кто властвует по помощи державы смерти. Понимаете? Вот он так вот и страхом смерти держит в рабстве всех своих рабов, всех грешников. Видите? А ведь, собственно говоря, и так все же наслаждения именно к этому приводят. Так ведь? Прав апостол Павел? Совершенно прав. А Господь упраздняет смерть, таким образом упраздняет и это страшное рабство. Он дая воскресение плоти, не просто бессмертие души, а воскресение плоти, Он таким образом дает нам возможность понять, что не один раз живем. Далеко не один раз, так? Живем мы один раз во плоти, умрем, душа бессмертна, а потом воскреснем в этой же плоти, будем вечно жить. Так что будем второй раз жить во плоти же. Поэтому вопрос возникает не так, что один раз живем, поэтому давайте все возьмем. А живем мы первый раз. А вот поэтому мы будем поступать так, что второй раз, когда мы будем жить во плоти, нам с вами не оказаться в весьма печальном состоянии. Понимаете, да? И, соответственно, логика с всеми уже другая начинает работать. И поэтому не от ангелов воистину он принимает. То есть Христос не принимает ангельской природы. Ему не нужно. Ангелы, те, кто пали, неисправимы, а те, кто не пали, они не согрешили. А оно принимает от семени Авраама. То есть он принимает потомство Авраама. Чтобы, как было в древнем предсказании Бога, в семени твоем, говорил Бог Аврааму, благословятся все племена земли. Поэтому он должен во всем быть подобным братьям. То есть во всем. Он живет такой жизнью, Христос жил такой же жизнью и живет до сих пор, как и мы. Он до сих пор во плоти, до сих пор он с душой человеческой Христос. Он не стал просто Богом, как некоторые по-глупому думают. Он до сих пор и Бог, и человек. Бог во плоти, во смерти, в вечной жизни. И он, когда жил на земле, он прожил смертную жизнь, которая всегда приводит к греху. Но он не согрешил. Поэтому во всем он подобен братьям. Для того, чтобы быть милостивым и верным первосвященником к Богу. Чтобы служить Богу и быть милостивым первосвященником. А не просто жестоким, как закон сказал и все. Милостивым и верным первосвященником к Богу. Чтобы очистить грехи людей своей собственной кровью. Поэтому он в этой природе, в этой человеческой плоти и крови, он пострадал. Сам он был проверен, искушен. Поэтому может и нам искушаемым помочь. Именно потому, что он пострадал, прошел наш путь полностью до конца и глубже, чем мы проходим. Поэтому он, будучи проверен, может и нам искушаемым помочь. Вот какая радость нам дана в Боговоплощении. Вот какую славу дал нам Господь. И вот какая слава открывается даже на обычном водосветном молебне. А мы это сейчас, к сожалению, с вами и не понимаем. Теперь будем знать, понимать и благодарить Бога за чудо Боговоплощения. Да поможет нам в этом Господь Всевогущий. Милости всем вам Божьей желаю. Спасибо, Господи. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Луки. Стихи 26-30. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в городе, Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же Деве. Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, Благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. В месяц шестой, считая от времени зачатие Иоанна. Говорит, что Дева обручена была мужу из дома Давидова, чтобы показать, что и она происходила из Давидова же рода, ибо был закон, чтобы обе половины в браке были из одного и того же рода и из одного и того же колена. Поскольку Господь сказал Еве, в болезни будешь рождать детей, теперь эту болезнь разрешает та радость, какую приносит Деве ангел, говоря, радуйся, Благодатная. Поскольку Ева была проклята, Мария теперь слышит, благословенна ты. Мария размышляла о приветствии, каково оно, не гнусное ли и порочное, каково обращение мужчины к девице или божественное, так как в приветствии упомянуто и о Боге, Господь с тобою. Ангел, во-первых, успокаивает сердце ее от страха, чтобы она приняла божественный ответ в невозмутимом положении, ибо в состоянии смущения она не могла бы должным образом выслушать имеющие сбыться. Потом, как бы в изъяснении вышесказанного слова «благодатное» говорит, «ты обрела благодать у Бога». Ибо быть облагодатствованным значит получить благодать у Бога, то есть угодить Богу. Но это счастье общее, ибо и другие многие получили благодать у Бога, а приносимое Марии приветствие не было сказано еще никому. Стихи 31-33 И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. И вот зачнешь. Этого преимущества не удостоилась еще никакая другая дева. Сказал во чреве, этим показывается, что Господь существенно воплотился из самых ложествен девы. Пришедший для спасения нашего рода справедливо назван Иисусом, ибо имя сие в переводе означает «спасение от Бога». Иисус по толкованию значит «спаситель». Он будет, говорит, велик, и наречется сыном Всевышнего. Велик был Иоанн, но не был еще и сыном Всевышнего, а спаситель велик по своему учению, и сын Всевышнего тоже по учению, ибо он учил, как имеющий власть, и по совершению дивных чудес велик. Называется сыном Всевышнего видимый человек, ибо так как лицо было одно, то поистине был сыном Всевышнего человек, сын девы. Слово было сыном Всевышнего и прежде веков, но не называлось так, и не было известно. Когда же воплотилось и явилось воплоти, тогда и назван сыном Всевышнего видимый и творящий чудеса. Слыша о престоле Давида, не подумая о царстве чувственном, но разумея божественном, которым он воцарился над всеми народами божественной проповедью. Дом Иакова, суть уверовавший, как из евреев, так точно и из других народов, ибо таковы и, собственно, суть Иаков и Израиль. Как же говорится, что он воссел на престоле Давидовом? Слушай. Давид был меньшим между братьями своими, и Господь был в презрении и поношении, как любящий есть и пить вино, и сын плотника, и в бесчестии даже у своих братьев, сыновей Иосифовых, ибо и братья его, сказано, не веровали в него. Давид, несмотря на благотворительность, был гоним, и на Господа, творящего чудеса, клеветали и бросали камни. Давид победил, и воцарился кротостью, и Господь воцарился, приняв крест по кротости. Итак, видишь ли, в каком смысле говорится, что он воссел на престоле Давидовом? Как Давид принял чувственное царство, так Господь принял духовное царствование, которому не будет конца. Ибо царствование Христово, то есть Богопознанию и христианству, не будет конца, ибо мы и в гонении сияем благодатью Христовую. Стихи тридцать четвертый, тридцать пятый. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Дева сказала, «Как будет это?» не потому, что она как бы не поверила, но потому, что она как мудрая и разумная желала узнать образ настоящего события, ибо ничего подобного не было прежде сего и ни после сего не будет. Поэтому и ангел прощает ей и не осуждает, как Захарию, но еще объясняет образ события. Захарий справедливо осуждается. Он имел много примеров, так как многие неплодные рождали, а Дева не имела ни одного примера. Дух Святый, говорит, найдет на тебя, устрояя утробу твою плодоносной и созидая плоть для единосущного слова. И сила Всевышнего, Сын Божий, ибо Христос есть сила Божия, осенит тебя, то есть покроет тебя, окружит тебя со всех сторон. Ибо как птица осеняет совершенно своих птенцов, накрывая своими крыльями, так сила Божия объяла Деву совершенно. Сие и значит осенить. Быть может, иной скажет, как живописец сначала набрасывает тень, потом раскрашивает окончательно, так и Господь, созидая сам себе плоть и составляя образ человека, сначала оттенил плоть во утробе матери, смесив ее из кровей преснодевы, а потом образовал ее. Но это сомнительно. Ибо одни говорят, что вместе с тем, как Господь осенил утробу Девы, тотчас же стал совершенный младенец, а другие не принимают сего. Выслушай же, что говорит, «Посему и рождаемое святое, то есть растущее в утробе твоей, постепенно, а не вдруг явившееся в совершенном виде». Отсюда и уста неистория заграждаются, ибо он говорил, что не Сын Божий, обитавший в утробе Девы, воплотился. Но простой человек, родившийся от Марии, стал иметь впоследствии Бога своим сопутником. Пусть же слышит, что рождаемое в утробе именно оно было Сын Божий. Неиной был носимый в очреве и иной Сын Божий, но один и тот же был Сын Девы и Сын Божий. Смотри, как указал и на Святую Троицу, поименовав Духа Святаго, силу Сына и Всевышнего Отца. Стихи 36-38 Вот Елисавета, родственница Твоя, называемая Неплодная, и она зачала сына в старости своей, ее же шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему!» И отошел от нее ангел. Быть может, иной недоумевает, как Елисавета была сродницей Деви, когда Дева была из колена Иудина, а Елисавета из дочерей Аароновых, ибо закон требовал, чтобы браки были из одного и того же колена, а потому и родство находилось между происходившими из одного и того же колена. На это можно сказать и то, что со времени плена роды смешались, а лучше следующее. Аарон имел жену Елисавету, доча Минадава, а сей был из колена Иудина. Видишь ли, что Богоматери была сродницей Елисаветы с самого начала, от Аарона. Поскольку жена Аарона происходила из колена Иудина, из которого была и Богоматери, а Елисавета была из щерей Аароновых, следовательно, Елисавета сродница Богоматери. Ибо праматерь ее, жена Аарона, была из колена Иудина. Смотри и на преемство родства, жена Аарона Елисавета и жена Захарии Елисавета, как от нее происходящее. Но посмотрим, что говорит Дева. Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему, «Я доска живописца, пусть пишет живописец, что он хочет, пусть творит Господь, что Ему угодно». Очевидно, прежде сказанное, как будет это, было выражением не неверия, а желания узнать образ, ибо если бы не верила, не сказала бы, се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Субтитры создавал DimaTorzok